Неприметный дом с разбитыми окнами и крышей, через которую можно смотреть на небо. Еще 10 лет назад у двухэтажки на почтовую 54, корпус 2 были жильцы, потом ее расселили и продали под офисы. Новый владелец в реставрацию вкладываться не смог или не захотел. Нашел арендаторов для пары помещений, остальные пустуют. Дом разрушается буквально на глазах. Из крыши растут деревья, по стенам пошли трещины. Здесь в общем-то никто не убирает. То есть вот это вот убирает практически по праздникам, по редким праздникам. Потому что вся вот эта территория, это постоянный мусор. Вот в последнее время, где-то вот, может быть, второй неделе здесь почему-то убрано, что-то начали делать. А так вообще просто горы мусора, мы там сами как-то чего-то убираем, и все это летится к нам. Вид неприглядный, вид некрасивый. Вот в общем-то вот эти претензии такие вот. Рабочее утро Галины часто начинается с подметания мусора. Ее фирма находится в 56-м доме рядом. За грязь стыдно перед клиентами. Кто мусорит в переулке, она не знает, но убирать все равно приходится. С одной стороны переулок выходит на торговый центр. Рязань может вполне претендовать на звание города контрастов. Прямо здесь, на улице Почтовой, с одной стороны мы видим красивые граффити и бетонные блоки. Но стоит заглянуть за бетонные блоки. Мы видим окурки, бумагу, бутылки. Понятно, что этот мусор собирался не один день. Возможно, сам дом не представляет исторической ценности, поэтому за ним не следят. Но если посмотреть на улицу Почтовую, через этот небольшой переулок можно через двор увидеть бывшие здания Почтового двора. В нем в годы Великой Отечественной размещался радиоузел, откуда передавались сводки Совинформбюро и предупреждения об авианалетах. Именно отсюда 9 мая 1945 года было транслировано сообщение о победе. Когда же в переулках под Белки полностью победят мусор, остается только гадать. Пока же главная пешеходная улица остается привлекательной только с фасадов. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».